Друзья, с вами снова Юлия Мельцер, и в этих уроках мы разберемся, как производить оплату с вашего аккаунта WebMoney. Но прежде чем мы приступим непосредственно к операции перевода средств, хочу обратить ваше внимание вот на что. Если вы хотите приобрести какой-либо товар или какую-либо услугу у нас в Академии, и хотите произвести расчет с помощью WebMoney кошелька, то первое, что вы должны сделать, это пополнить ваш WebMoney кошелек, то есть положить деньги на WebMoney. Друзья, ни в коем случае не делайте перевод сразу через терминалы или через кассу, а обязательно сделайте это в два этапа. Первое, положите деньги на вашей плане кошелек, и только уже с вашего кошелька производите оплату. Я застряю на этом ваше особое внимание, и сейчас я вам объясню, почему это важно. Дело в том, что когда вы переводите деньги непосредственно с вашего кошелька, то получатель, ну в данном случае Академия 3 Steam, видит номер вашего кошелька, и таким образом мы можем определить, что именно вы сделали перевод и произвели оплату. А в случае, когда вы делаете перевод через терминал или через кассу, или еще каким-то другим способом, то в этих случаях мы не видим, от кого именно пришли эти деньги, и доказать, что это именно ваш перевод, а не от тети Мани или от дяди Васи, фактически невозможно. Поэтому, друзья, я обращаю еще раз ваше внимание на эту очень-очень важную деталь. Всегда сначала заводите деньги на ваш WebMoney кошелек, и уже потом с кошелька производите оплату. Таким образом, друзья, вы защищаете себя от неприятных разбирательств, поисков, и просто экономите ваше время и нервы. А пополнить кошелек на самом деле очень-очень просто, и вы сейчас в этом сами убедитесь. Здесь, на главной странице, вы видите уже знакомые нам кубики с обозначениями разных действий. Вы выбираете вот этот кубик «Пополнить», нажимаете на него один раз левой кнопкой мышки. И, как видите, мы перешли уже на следующую страничку. Если в вашем распоряжении уже имеется приобретенная WebMoney карта или чек-паймер, то вы просто вот сюда в верхнее окошко вписываете секретные цифры и вот сюда пишите код авторизации, после чего нажимаете «Ок». Но если у вас нет карты, не расстраивайтесь, вы смотрите вот сюда направо. Как видите, у вас уже тут есть несколько подсказок. Вы выбираете вот эту самую последнюю, выберите «Удобный способ пополнения». Нажимаете сюда левой кнопкой мышки. Как видите, у вас открывается следующая страничка. И здесь вам представлена вся информация, каким образом вы можете пополнить ваш WebMoney кошелек. Вот здесь вверху, в самых первых кубиках, представлены самые быстрые способы. Но если вы спуститесь вот сюда немножечко ниже, здесь вы можете ознакомиться со всеми способами пополнения WebMoney кошелька и выбрать для себя самый подходящий. Как видите, способов достаточно много. Вы можете воспользоваться интернет-банкингом, пополнить счет с вашего мобильного телефона, воспользоваться кассами розничных сетей и так далее. Обратите также внимание, что здесь вас сразу же прописано, сколько будет стоить данная услуга, то есть какая комиссия и как быстро будет выполнена данная услуга. То есть либо это мгновенно, либо до 4 часов, если это через интернет-банкинг. Банковский перевод от часа до суток. То есть вы можете зайти в каждый из этих подразделов и выбрать для себя самый оптимальный вариант. Обратите также внимание, что здесь указаны валюты, с которой вы можете работать с данной функцией. И еще есть одна очень удобная вещь. Вот такие подсказочки найти на карте. Допустим, вы хотите найти ближайшую к вам кассу розничной сети или платежный терминал. Вы заходите вот сюда на эту ссылку «Найти на карте». Здесь в верхнем окошке вы сразу же можете вписать ваш город, но можете также спуститься немножко ниже, выбрать страну. Если здесь в верхнем списке вы не находите, вы можете спуститься вот сюда и выбрать из этого нижнего списка. Давайте выберем, допустим, Россия. Переходите на следующую страничку, где выбираете город или область. И здесь уже выбираете нужный банк-пункт. Например, почтовое отделение. Можете нажать сюда. И видите, здесь у вас представлена информация. У вас есть адрес, есть телефон. Какие именно операции производятся в данном почтовом отделении. Какой тариф, сроки выполнения. И также более подробная информация. Таким образом, вы можете выбрать, где именно вам быстрее и удобнее вложить деньги на ваш вебмани-кошелек. Либо вы можете вернуться на страничку с информацией о выполнении вебмани-кошелька и выбрать какой-либо другой. Например, интернет-банкинг. Здесь вы выбираете валюту, которую вы хотите перевести. Допустим, рублей. Перейдя на эту страничку, вы обязательно в первую очередь ознакомьтесь с лимитами для данного вида выполнения. Выбираете ваш банк. Отсюда уже переходите на страничку вашего банка. Выполняете вход. И просто следуете инструкциям, которые вам будут написаны. Как видите, друзья, все достаточно просто, доступно. Кроме того, вот здесь слева, вы видите, есть достаточно много ссылок, куда вы можете зайти и почитать дополнительную информацию по тому или иному способу ввода или вывода денег на вебмани. Кроме того, вы всегда можете воспользоваться помощью от сервиса WebMoney. Вот здесь, в правом верхнем углу, у вас есть вот такая заветная кнопочка «Помощь». Нажимая на эту кнопочку, вы попадаете на страницу в WebMoney энциклопедию. Как видите, здесь представлено достаточно много самых часто встречающихся вопросов. Вот здесь информация уже разобрана по темам. И в самом низу у вас есть возможность либо обратиться в службу поддержки, либо перейти на форум. Как видите, друзья, сервис WebMoney предоставляет достаточно объемную информацию, и вы всегда можете найти ответ фактически на любой вопрос. Это все, о чем я хотела вам сейчас рассказать. С вами была Юлия Мельцера. До встречи на следующем уроке.